друзья всех приветствую сегодня у меня iphone 6 не читает сим-карту принесли мне сервиса другого вставляем сим-карту с пункт-кодом никакой реакции точнее это 6s плюс принесли мне также уже сим-ридер готовый новый давайте посмотрим кто разбирал последние iphone 6s и 6s плюс знаю что мимо торцевых винтов которые нужно открутить дисплейный модуль еще и проклеен точнее точнее будет сказать сидеть на герметичной прокладки корпусу поэтому чтобы отсоединить дисплейный модуль корпуса можно поставить его на сепаратор я обычно ставлю на 100 градусов на пару минут ослабевает прокладка и свободно можно открыть дисплейный модуль так как мне сказали что в другом сервисе его уже открывали не будем ставить его на сепаратор понятно что уже прокладка пришла в негодность как видите легко открывается первое открытие не такое легкое прокладка черного цвета герметичная и так сразу вижу как видите не хватает двух передних контактов вырваны выломанные пятаки вроде бы целые как видите к счастью то есть в принципе сделать можно с данной проблемой я вижу два решения два решения это замена полностью всего сим ридера вот и вариант попроще заменить только два передних контакта благо выломанные передний контакт их можно заменить я уже менял на предыдущих моделях на четвертых на пятых айфонах ну здесь принципе то же самое то есть снимаем с готового сим ридера два контакта аккуратно очищаем от пластика и припаиваем уже непосредственно сюда на системную плату на сим ридера готовы не снимая защитного экрана сим ридера я считаю этот вариант и экономичнее качество нисколько не пострадает на мой взгляд все-таки здесь заводская пайка вот не надо ничего греть нагревать системную плату высокой температуры это мое мнение вот итак я снимаю системную плату обращаю внимание еще раз на разборку на разборку системной платы вот здесь ребята системную плату мне кажется не снимали то обязательно чем перепутали вроде все на месте поэтому еще раз повторюсь обращаю внимание на разборку все винтики складывайте заглушками отдельно запоминайте потому что практически все они одинаковые плюс на на последнем на последней модели айфоне 6s 6s плюс присутствует присутствует винтик на которого у меня нету отвертки там скорее не отвертка ключ все равно открутим поэтому обращайте внимание на винты на правильную сборку на монтажный монтаж системной платы и так оставайтесь с нами я разбираю телефон вот снимаю систему плату снимаю два контакта снова 7 ридера айфона 6s будем ставить проверять это друзья продолжаем в общем то я уже все сделал осталось только припаять вот как видите снял задние контакты сим ридера ставил аккуратно вставил видите те самые два контакта которые нам не хватало которые были оторваны вот я их вставил вот осталось только прихватить припоем налить флюсы и припаять давайте я их сниму сейчас я дело в том что вставлял под микроскопом очень удобно они прям легли как надо как у меня получилось то есть я снял три контакта два обрезал нужных вот частично оставил пластик тот пластик как раз который нужен вот пластик который нужен этот пластик который мешал для монтажа данных контактов я естественно удалил с этой стороны и с этой стороны вот здесь он уже стоит у нас вот от этого контакта поэтому вот как-то так у меня получилось постараюсь ставить без микроскопа без микроскопа без микроскопа без микроскопа как говорится на глаз ну вот как-то так сейчас я подкорректирую добавляю добавляем добавляем флюс ч ч ч ч ч ч Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрим с этой стороны, непосредственно со стороны, с которой будет заходить слот вместе с сим-картой, чтобы вот это вот всё дело не было приподнято, потому что оторвут быстро. Поэтому придерживаем вот так вот и снова с той стороны припаяем. Вот, получилось отлично. Сейчас я ещё посмотрю под микроскопом, дабы ничего не коротнуло между контактами. Вот. Продолжение следует... Итак... Собираем... Собираем... Wi-Fi... Собираем... Кабель Wi-Fi... Вставляем системную плату... Кабель Wi-Fi... Кабель... Кабель Wi-Fi... Настюрируем. Камера, шлейф кнопок, еще один кэксиал, здесь вот у меня шлейф остался под системной платой, разъем шлейфа боковых кнопок. Обратите внимание, на все разъемы защищены специальной герметичной прокладкой, поэтому, когда застегиваете разъем, обязательно обращайте внимание, чтобы разъем не закусил герметичную прокладку. Пропускаем вниз, застегиваем. Так, здесь у нас батарейку застегнем под дом, антенный кабель, нижний мобиль, слот сим-карты, уже с сим-картой и с пин-кодом сразу вставляю. Так, собираем в обратном порядке. Заглушка разъема боковых кнопок. Два вот таких длинных винта. Далее идет такой винтик с широкой шляпкой, как и на предыдущих моделях. Специальная отвертка. Не знаю, как называется эта шляпка, честно говоря. Начиная с четвертого айфона эти винты стали появляться уже. Итак, застегиваем батарею. Заглушка. Заглушка. Загрузка. Загрузка. Включаем дисплей Ставим завушку Вот уже можете видеть Написано, что сим-карта заблокирована То есть читается сим-карта Введите пин-код Все отлично, все работает Как видите Не пришлось снимать сим-ридер Кстати, за сим-ридером у нас стоит NAND В компаунде Поэтому не советую греть Если, конечно, поломка у вас будет немного другая Если будут вырваны задние контакты Я бы, конечно, попытался снять экран И точно так же припаять Все Друзья, всем спасибо за внимание Это у нас был iPhone Последний на сегодняшний день iPhone 6s Plus 35 евро Конечно, маловато взяли приемщики наши Я думаю Евро 50 Было бы вполне нормально Все-таки 700 евро Стоит данный аппарат 35 евро за решение данной проблемы Маловато Маловато На мой взгляд Я Дов Подписывайтесь на мой канал Оставляйте комментарии Очень много сообщений приходит Не могу Нет возможности всем отвечать Поэтому Прошу прощения Всем удачи в работе, друзья Всем мир До новых встреч До новых встреч